Книга «Открытым оком», третий том. Вопрос 1115. Взаимоотношения. Сираха 37.7. Всякий советник хвалит свой совет, но иной советует в свою пользу. От советника охраняй душу твою и наперед узнай, что ему нужно, ибо, может быть, он будет советовать для самого себя. Сираха 37.17. Держись, совета сердца твоего, ибо нет никого для тебя, вернее его. Устала морально и физически от всех, кто постоянно навязывает свои советы. Прочтите им мой вопрос. Уплечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это уже, как говорится, прямой эфир по горячему телефону. Не нужно забывать и следующее выражение. Притча 15.22. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Там же 11.4. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствуют. Притча 20.18. Предприятия получают твердость через совещание, и по совещании веди войну. В первом случае сын Сирахов предупреждает, что есть много людей, которые советуют свою пользу. Своя польза и общая польза – сделайте различие. Мы разъединяемся телом и объединяемся духом. Советующие для пользы своей души советуют и для пользы твоей. Но если вы живете с кем-то вместе, и тем более вы иждивенец своего советника, а он любит вас действительно, если он открыто клонит свою сторону, то подумайте, не есть ли это прибавка к вашей чашке. Есть небольшой рассказ. Если у каждого из нас по яблоку, и мы обменяемся ими плотское, то у каждого будет по яблоку. Но если мы обменяемся идеей, советом, то у каждого из нас будет по две идеи – духовная. Советник – это, как правило, друг, а друга найти очень непросто. Сираха 6.6. Советник – это очень высокая должность при царе. Дающий совет должен иметь мужество не растеряться в самой критической ситуации, даже почти безвыходной, и должен найти тропинку на краю пропасти. Советник должен быть глубоко духовным, имеющим связь с Богом, как апостол Павел, а это превозмогает любой профессиональный опыт. Яни 27.11. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Имейте твердость в следовании за Господом и знайте хорошо Писание. И имейте прозрительных друзей и сами накапливайте свой опыт, чтобы знать, в какой обуви выходить из дома. Продолжение следует...